Всем здравствуйте! Вы на канале Иллина Франц. Спасибо, что дошли и смотрите это видео. Подписывайтесь, мы вам очень рады. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. У нас сегодня в Провансе снова жара, 30 градусов. И сегодня в Провансе праздник. Так что мы берем вас с собой и идем на очередной праздник. Сегодня все производители Прованса разных вкуснятин. Можно так сказать, вкусняшек, меда и всего такого. Они устраивают дегустацию и продажу. Так что мы решили с Владиславом прогуляться и сходить посмотреть, что там происходит. Мы с Владом ищем банкомат, чтобы вытянуть немножечко денежек. Посмотрим, что там продают на праздники. И что мы сегодня прикупим. Да, сына? Сына, сына. Ну все, дошли мы до нашего праздника. Будем теперь гулять. Современные работы из дерева. Какая лампа. Ну куда же, в Прованс без вина. Конечно, вино, книги. Пойдем, Влад. Какие красивые растения. А там колешь. Катают людей. Красота. Фигуринки для Нового года уже. О, Влада, там все. Он у меня. Мыло, мыло, мыло. Помните мыло? Мы подошли к станды, где продают сухие грибы. Это для фарширования фуагра. Ага. С большим. Д'accord. Я буду traduire сразу. Это сухие сморчки. И он говорит, что эти сморчки нужно будет... Можно будет делать, как бы фаршировать фуагрой. О, это супер, и это супер, и это супер, и это супер. Да, да, да. Посмотрите, какие они. Помните, в Сибири собирали сморчки? Супер, супер. И они у них есть разные qualités? Нет, это же, но это очень большие, это очень маленькие. Д'accord. Да, да. Чтобы вы слышите, как это? Да. Сохраня, как это? Нет. Это сухие грибы, да? Потому что в Руссии мы тоже сухие с моими родами. Я знаю, что есть, я думаю, в Сибири. Да, да. Есть Кашмир. Да, да. Это супер, это супер. Это иногда Кашмир. Это Кашмир. Я вижу. Мужчина дает мне понюхаться. Это супер. Спасибо. Это белые грибы, посмотрите. Это белые грибы. А, он объясняет, как сделать масло из белых грибов. Это белые грибы, но это белые грибы. А, это супер, что он и паса. Нет, это нормально, вы не знаете. Оживаю, но... Он змеется и говорит, что это нормально, что вы не знаете. Я вам сейчас расскажу, как делать оливковое масло со вкусом белых грибов. Просто нужно взять белые грибы и добавить в оливковое масло. И на месяц убрать в шкаф в темное место. И будет у вас оливковое масло со вкусом белых грибов. А это сушеные лисички. Сразу вам показывают цены. Грибы во Франции стоят очень-очень дорого. Трампет. Не помню, как переводится по-русски. И мусерон. И шантерель. Шантерель. Это, наверное, опята по-русски. С грибами у меня сложно. Супер. Продавец нам дал вот такую брошюрку. И здесь различные советы, как использовать сухие грибы. И он мне открыл очень большой секрет. Как правильно готовить сухие грибы и как их замачивать. Если вы хотите, я этим секретом поделюсь с вами. И знаете, ни в коем случае грибы не нужно замачивать в воде. Так что пишите в комментариях, если хотите, секретик. Здесь у нас различные стенды. Рыбные. Рыбный суп, который очень любят французы. Влад у меня уже устал, говорит, пойдемте быстрее. А здесь уже накрыты столы для аперитива вечернего. Я хочу купить сыр, свежий сыр. А Влад говорит, пошли, уже в очереди стоять не хочет. Я выбрала два сыра. Один козий сыр с розой. И второй сыр с оливкой. Ой, забыла цветочки вот эти называются. Силобейт. Нет, это русский. Русский. Ой, это второй. Это второй? Нет, нет, нет. Она говорит, вы вторая уже сегодня получаете. Ой, это русский. Я не могу найти на фейсбук России. Нет, это ютуб. Ты купила? Вот так. Мы выбираем пирожные для Влада, печенье. Швудре. Да, одну. Мы выбрали с малиной. Сосы аква. Ой, уносит рум. Лимон. Ангкор. И... Ангкорса. И кокосовые. Мося Срату, мерзи богу. Баста. Мерзи богу. Мы с Владом сели, чтобы немножко передохнуть. И он захотел здесь перекусить, как всегда, кока-кола для детей. Купили, как уже показывали ему, разные пирожины. А я купила свой сыр. Один сыр козий с розой, а второй с весельком. Забыла, как поселек называется. Васелек. Вот французы, любители праздников. Пришли мы домой, уже вечер. Усталые, ну довольные с Владиславом. Навеселились. Ко мне еще подошел аниматор с микрофоном. Узнал, что я русская. Ой, начал там в микрофон меня спрашивать, допрашивать. Всякие вопросы задавать. Я даже не успела достать камеру и поснимать, попросить Владислава. Мы там с ним веселились. Это было что-то. И потом, под всем этим впечатлением, подошла я к стенду спирулины, где он меня, кстати, и нашел, этот аниматор. И тоже забыла вам поснимать. Потому что, в принципе, на праздники я ходила специально за полезностями, как всегда. Я же не просто так на праздники хожу. Кому-то что-нибудь вкусненькое, всякие пироженки, а кому-то полезненькое. Я знала, что будет стенд с французской спирулиной. И изготовитель приедет и будет продавать. И я вот так разговаривала с этой женщиной, она мне все объяснила. Я уже подспросилась, чтобы поехать к ней и снять видео, как выращивать спирулину. Скажите, будет ли вам интересно такое видео? Спирулина, она сейчас уже не сезон, ее всю собрали. И она мне сказала, что я могу, когда начнется сезон, приехать и поснимать. Но сначала я спрашиваю у вас. А теперь у меня просто супер спирулина французская. Кто еще не знает об ее свойствах, у меня есть видео на канале, в плейлисте «Все мои витамины». Сейчас я покажу, какая она. Надеюсь, вам видно. Она вот такая настоящая спирулина. Она вкусная, как, знаете, такая подсоленая рыба. Можно добавлять в салаты. Просто замечательно. У меня даже Владислав попробовал ее и сказал, что мама, мне так нравится. Я все выспросила, как надо принимать для детей, можно ли, со скольки лет. Если вам интересно, я тоже все это расскажу. Французская спирулина, она самая дорогая. Очень, конечно, дорогая, но пользы в ней очень много. Ой, посмотрите, прям сердечко получилось из спирулины. Любит она меня. У нас сегодня в Провансе дождь. Я вышла, чтобы сходить в парикмахерскую и немножко подровнять волосы. И не взяла с собой зонтик. Но мне подарили зонт. Так что я довольна. Сходила я в парикмахерскую, еще и зонт лореалевский отхватила. Так что будет у меня теперь зонт. Да, в парикмахерской нам дарят зонты. Ну все, я пошла, зайду в магазин и побегу домой, пока вообще ливень не ливанул. Зашла домой, думаю, сейчас посушу зонтик и покажу, похвастаюсь моим новым зонтиком. Покажу вам, какой он большой и красивый, а то на улице видно не было. И вспомнила, что во Франции есть французская примета, что ни в коем случае нельзя раскрывать зонтики дома. Да, у меня уже задали вопрос, какие французские приметы. Это очень интересная тема. Если вы захотите, я вам побольше всяких примет расскажу. А теперь только назову самые такие, как бы, большие приметы. Это вот, что нельзя ни в коем случае раскрывать зонтик в доме. Затем, как и у нас, нельзя рассыпать соль. И вообще лучше соль не держать на столе. Они всегда убирают соль в шкаф. Также про черного колта, та же самая примета, что и в России. И еще одна примета, если там словно перевести, то нельзя проходить под стремянкой. Эшель у них называется, то есть нельзя под большой стремянкой проходить. Но это не относится только к стремянке, на которой мы работаем в доме. Это также относится ко всем железным сооружениям. Вот знаете, когда дома ремонтируют, ставят такие железные палки всякие. Вот под ними проходить во Франции ни в коем случае, ну, считается очень плохой приметой. Нужно всегда обойти. А так у них еще парочку интересных примет есть. Если вы захотите, то обязательно дайте мне знать в комментарии. И я вам сниму такое видео, французские приметы. А сейчас я пойду на свою террасу и открою зонтик, чтобы его посушить. Дождик вроде закончился. Ну все, я на террасе, значит плохие приметы отменяются. Сейчас можно открывать зонтик и показывать, сушить его и хвастаться. Вот какой он большой, черный. Сейчас я его поставлю на пол и вам покажу. Вот такая красота у меня появилась. Бесплатный зонтик. Так, наверное, и назову видео. Бесплатный зонтик. Вот, а у нас сегодня вот такая погода. Ну, знаете, для Прованса даже дожди есть очень редко. И нам одно удовольствие, когда немножечко свежо. Я также зашла в ближний магазин. Но у нас в деревне магазин, он так себе, там выбора нету. Хотела купить салат. Салаты пришлось покупать в пакетах вот такие. Я вообще салаты в пакетах не люблю покупать. Но, в принципе, знаете, когда нету выбора, приходится. И вот у меня спрашивали очень много раз, какие сорта салатов во Франции. Есть очень много различных сортов. Вот, например, здесь перемешаны два сорта. Это ракет и маш. Это что-то похожее на айсберг, но другой сорт. Также взяла огурец, яйца. Яйца от производителя нашего региона и даже нашего города. Это греческий йогурт. Владислав греческий йогурт обожает. Я ему все время покупаю. Он у меня очень молочный. Я думаю, пусть кушает сколько хочет. Потому что это, в принципе, лучше, чем всякие сладости и конфеты. А цены я вам не называю, потому что не помню. Вот, вижу цену только на курицу. Взяла курицу тоже. У нас сегодня наш мясник закрыт. Я не знаю почему. И пришлось покупать курицу на свежих полках. Не знаю. Я всегда покупаю, чтобы она была французского производства. Чтобы написано была желтая курица. Это самая вкусная курица. И сколько за килограмм у нас? 11,90 за килограмм. Вот. Все мои покупочки. Ну все. Буду я с вами прощаться. А то блог получится очень длинный. Всем большое спасибо, что вы остаетесь со мной на моем канале Элина Франц. Я вам очень рада. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И, конечно же, подписывайтесь на Инстаграм. Ссылочка всегда в инфобоксе. Всем всего хорошего. До новой встречи в Провансе. И бизу-бизу. Как говорят французы. Бизу-бизу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»